Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Вместо «Чёрной пятницы» в Россию пришёл «Чёрный понедельник». Именно с понедельника 5 декабря начали работать суперважные санкции против России. С этой датой начало действовать эмбарго ЕС. Поставки российской нефти танкерами в Европу запрещены. С продажами российского «Чёрного золота» на другие рынки свои трудности. Танкеры с российской нефтью должны быть застрахованы. А застраховать танкеры можно только в том случае, если нефть будет продаваться ниже 60 долларов за баррель. Такое ценовое ограничение ввели страны Евросоюза и Большой Семёрки против России. Все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирования дефицита энергоносителей, инвестиций в отрасль. И не только в нефтяную. Это может коснуться любого биржевого товара, к которому дальнейшим западным странам захочется вводить свои правила. Сколько Россия теряет? Кому будет продавать свою нефть? Кто вместо России займет место на нефтяном рынке? Вводя эмбарго и ограничение цены, западные страны ставили задачу не убрать российскую нефть с мирового рынка, а сделать торговлю ею невыгодной для Кремля. Попросту, чтобы у Путина не было денег или было их значительно меньше на финансирование войны против Украины. Ну, естественно, Россия постарается обойти эти все санкции тем велельным образом. Но самое главное, чтобы прозвучало потолок цен, от которого теперь даже союзники России, такие как Индия, Китай, даже Турция, они будут стараться взять скидку от этого потолка. То есть от 60, если брали раньше 30% о скидку, то сейчас, говорят, уже просят 40%, вот на фьючерсы там заключают сделки. Плюс мы знаем принятые решения Турции, которая не пропускает танкеры, застрахованные российскими компаниями, через проливы. Мы знаем решение китайских компаний тоже не принимать танкеры с российской страховкой. Все это будет усложнять работу нефтегазовой отрасли. А это 40% доходов вообще с российского бюджета, с налогами. Хотя в Кремле обещают, что найдут деньги на войну, несмотря на нефтяное эмбарго ЕС и потолок цен на нефть. Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной, имея всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. И подобные меры на это не повлияют. Но эти меры, как я уже говорил, однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации. Собственно говоря, эти заверения рта Путина – не что иное, как игра на внутреннюю аудиторию. Торговля нефтью – это важный источник доходов бюджета. Кремль еще с лета рассылал эмиссаров по всему миру в надежде найти покупателей на свои баррели. На войну, как бы не заявляли официальные лица Москвы, на войну денег определенно не будет хватать. Инерция будет, конечно, где-то два квартала будет инерция, по моим подсчетам. И начиная где-то с июня начнутся необратимые процессы в экономике России, которые не позволят или поставят вопрос о том, продолжать ли войну вообще, или все-таки вкладываться в спасение своей экономики. То есть будет стоять такой выбор. И во второй половине 1923 года денег на войну уже не будет хватать. У Путина понадеялись на дружбу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, что Россия будет продавать свою нефть через Анкару. Танкеры из Новороссийска будут заходить в турецкие порты, а там не исключено, что прямо в море перегрузят нефть в другие танкеры. И нефть уже, как турецкая, будет идти через Босфор и Дарданеллы. На этом Турция могла бы хорошо подзаработать. Для России такая продажа – дело убыточное. Но хотя бы какие-то копейки капали бы в казну. Сейчас, естественно, Турция получила уникальную возможность, монопольное право вести переговоры с Россией и ставить ей любые условия. И я рассматриваю вот этот запрет прохода танкеров, которые застрахованы российскими страховыми компаниями, как предложение Путину переговорам для того, чтобы получить самую большую скидку на эту нефть. Если Турция добьется этой скидке, поверьте, нефть пойдет, она будет смешиваться там с какой-то еще другой нефтью, другие танкеры там наливаться, и она пройдет по Скорой Дарданеллу. Но только если эта нефть будет продана чуть ли там не по себестоимости, а может и даже ниже себестоимости Турции. Я все-таки думаю, что это предложение переговорам Турции. Это такая восточная дипломатия. Но после саммита Большой Двадцатки на Бали Турция фактически присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти. Эрдоган не повелся на путинскую авантюру. Фактически нанес удар ножом в спину кремлевскому диктатору. Накануне новой волны санкций против России Турция резко сократила закупки российской нефти. С 350 тысяч баррелей в сутки в конце октября до 210 тысяч на конец ноября. Хотя после начала войны против Украины Турция стала одним из ключевых импортеров российской нефти вместе с Индией и Китаем. Эти страны фактически забирали те объемы нефти, от которых отказались страны Европы. В середине октября потоки в Турцию достигли рекордных в истории 380 тысяч баррелей в сутки, что в два с половиной раза превысили объемы января. Но спустя полтора месяца нефтяной экспорт в Турцию упал чуть ли не наполовину. Это определенное давление на Путина. Я не знаю куларных разговоров, но, естественно, размены какие-то политические есть. Мы знаем, с одной стороны наблюдаем, что Турция хочет проводить операцию в 30-километровой зоне на юге Турции и на севере Сирии, где она считает, что там обосновались боевики Курской рабочей партии, и она хочет создать там бусерную зону. Россияне вроде бы обещали Турции то, что они не будут вмешиваться и дадут возможность провести такую военную наземную операцию. Но пока этого не видно, значит, у них какие-то там, может быть, в этом плане нестыковки есть. И, естественно, Турция асимметрично давит на интересы России. России надо вывозить нефть, продавать, а Турции надо проводить свою операцию по борьбе, как она говорит, с турскими террористами. Здесь возможны переговорные моменты и обмен интересами. После закрытия Турции прохода через Босфор и Дарданеллы для незастрахованных танкеров с российской нефтью, в турецких водах образовалась пробка из почти двух десятков танкеров. Эксперты говорят, пробка – первый признак того, что ограничение цен может нарушить глобальные нефтяные потоки. Это значит, что России нанесен удар. Эмбарго и ограничения действуют. Вслед за турецким ножом в спину Кремлю последовал и от венесуэльского друга Путина Николаса Мадуро. Соединенные Штаты фактически сняли запрет на торговлю нефтью из Венесуэлы. Министерство финансов США разрешило компании Chevron возобновить добычу ресурсов в Венесуэле, правда, в ограниченных масштабах. Об этом говорится на сайте ведомства. У многих обозревателей возник вопрос, неужели Мадуро предал Путина? Променял его на Байдена? А венесуэльская нефть теперь заместит Россию на мировом рынке. Эксперты говорят, что дружба России и ее ключевого союзника в Южной Америке, Венесуэлы, проходит самую серьезную за последние 20 лет проверку на прочность. Решение Минфина США разрешить американской Chevron добывать нефть в Венесуэле – яркое доказательство перезагрузки в отношениях Каракаса и Вашингтона. С начала российского вторжения в Украину президент Венесуэлы Мадуро часто подпевал Путину. Он не раз обвинял Запад в намеренной эксплуатации конфликта с целью, как он выражался, расчленить и уничтожить Россию. Он называл западные санкции против Москвы сумасшествием, а руководство Украины – неофашистской элитой и соглашался со многими другими тезисами российской пропаганды. Правда, в ходе голосований в ООН по осуждающим Россию Венесуэла ни разу не высказывалась против. Но объясняется это тем, что страна в принципе лишена права голоса из-за огромных долгов по взносам в ООНовский бюджет. Эксперты говорят, любезности Путина и Мадуро не означают, что Венесуэла обречена на дружбу с Россией. История страны показывает, что США все равно остаются для нее ключевым партнером. Еще в 20-е годы прошлого столетия Венесуэла была важным поставщиком нефти для США. Во Вторую мировую во многом обеспечивала энергетические потребности США и остальных союзников по антигитлеровской коалиции. Даже Уго Чавес в 2000-е умело сочетал жесткую антиамериканскую риторику с активной торговлей с американцами, что позволяло венесуэльской экономике, расти почти на 10% в год. Экономические интересы выше каких-либо декларативных заявлений, потому что любой режим понимает, что без экономической базы, сильной экономической базы, стабильность режима под вопросом. Если у вас нет денег платить своим политическим людям, кто вас поддерживает в политике, и даже оппонентам иногда, вы слабы экономически, вы более тогда зависимы от тех, кто предоставляет вам финансы, внутри или вовне. Если же вам дают возможность заработать самим, вы становитесь более самостоятельным политиком. Поэтому, естественно, получив такую возможность, президент Венесуэлы воспользуется этим делом. Американским заводам в Мексиканском заливе подходит венесуэльская нефть. По своим свойствам она напоминает российский Урал. Поэтому неудивительно, что после введения санкций против Венесуэлы ее нефть быстро заместила российское сырье. В 2021 году поставки из РФ составили 8% от американского нефтяного импорта, что вывело Россию на второе место после Канады. Но долго это не продлилось. Венесуэльская нефть теперь триумфально возвращается на рынок США. На что направлены эти действия, я думаю, что это даже выше, чем Россия. Россия здесь, да, задействована, потому что она хотела спровоцировать энергетический кризис в мире. То есть она хотела расшатать демократии в Европе и в Америке. Чтобы конечный ценник на бензин, на дизель для обычного обывателя, для обычного американца или для обычного европейца, чтобы он поднялся и чтобы европейцы и американцы увидели, что Россия важный поставщик для них, стабильный, важный поставщик. И что против России нельзя вводить санкции, особенно на нефть и нефтепродукты, а с ней надо договариваться. Для того, чтобы избежать кризисных явлений, чтобы они не влияли на внутреннюю политику и не раскачивали устойчивость европейцев, европейских стран и Соединенных Штатов, вот как раз были приняты такие ограничивающие меры. С одной стороны потолок цен, а не запреты. То есть нефть будет идти, но потолок цен дает всем другим игрокам за пределами Европейского Союза требовать от России скидки. Это фактически запущен процесс, такой ящик Пандоры открыт. Даже друзья, скажем так, России будут просить у них скидку от этого потолка. Иначе скажут, ну, видите, мы тогда попадаем под станции, зачем это нам надо? Эксперты говорят, что сближение США с Венесуэлой происходит на фоне решения стран ОПЕК+, во главе Саудовской Аравии и России сократить добычу в ответ на падение цен на нефть. В ответ президент США Джо Байден сообщил о планах поставить на рынок дополнительные 10 миллионов баррелей нефти. Венесуэла – мировой лидер по доказанным запасам нефти. Более трех тысяч миллиардов баррелей. Теперь руководство страны готовится к восстановлению нефтяных доходов. Для добычи нужны технологии. Их имеет США. Россия таких технологий предложить не может. Поэтому венесуэльцы махнули рукой на Россию. Потому что все-таки 11% российской нефти, нефтепродукты составляли 11% рынка. И если сразу их убрать с мирового рынка, то, естественно, можно спровоцировать кризис. А если вы ограничиваете, вводите какие-то ограничения, но эти объемы остаются на рынке, там, может, частично сокращаются. Кризиса нету, но цены в то же время понижаются. Ну и это решение вопроса вот кризиса, который энергетического, которое хотело спровоцировать Россию. Аналитики считают, что Москва в нынешних условиях вряд ли может что-то противопоставить новому сближению США и Венесуэлы. Она будет наблюдать и терять свои нефтедоллары. Кремлю придется сокращать добычу нефти. Ничего страшного, Путин готов к этому. Он ведь сам говорил, что не подчинится ценовому потолку и готов сократить добычу на 70% и более. Обещание придется выполнить. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономически. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни общий мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находится сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. С Россией никто не хочет иметь дело. За три дня до эмбарго стоимость перевозки российской нефти резко выросла. Все большее количество владельцев танкеров отказываются от ее перевозки. Попросту не хотят рисковать ни деньгами, ни репутацией. Как сообщает Bloomberg, владельцы танкеров, которые как бы готовы рисковать перевозить российскую нефть, взимают более высокую плату за риск. Ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до 15 миллионов долларов или 20 долларов за баррель. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне 9-11 миллионов долларов. Чтобы хоть как-то продавать нефть в обход санкций, Россия собрала собственный флот из как минимум сотни старых танкеров. Так Москва собирается сохранить поток нефти в Индию, Китай и Турцию. Страны, которые, как надеется Москва, останутся крупнейшими покупателями российских углеводородов после введения нефтяного эмбарго. Но российские нефтяники столкнулись с новой проблемой при поставке на рынке Азии. Даже дружественный Кремлю Китай закрыл порты для судов с российской страховкой. Друзья тоже считают деньги, потому что покупаются, ну как, покупает не страна, ну частичная страна там покупает на государственные перерабатывающие, но в основном покупают частные компании большие. И они считают деньги свои. Очень показательным было то, что в декабре китайские частные компании, они такую заняли позицию выжидательную и не подписывали фьючерсы вот там на Новый год, на 2023, на первый квартал. Они ожидали введения вот этих станций для того, чтобы сесть за стол переговоров и торговаться как раз по цене российской нефти, которая уже будет после вот этого порога, после этого потолка введенного. Но в Кремле утверждают, что все отлично в двухсторонних отношениях. Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств. Чтобы сохранить свой текущий экспорт России, нужно более 240 танкеров. В данной ситуации Кремль может надеяться разве что на теневой флот, танкеры, принадлежащие неизвестным владельцам, которые готовы продолжать перевалку, несмотря на угрозу санкций. Доходы федерального бюджета от добычи и экспорта нефти продолжают снижаться по мере того, как нефтяникам приходится увеличивать скидки для оставшихся клиентов в Индии, Китае и Турции. По итогам ноября, еще до вступления в силу эмбарго и потолкоцен на российскую нефть, Кремль собрал с нефтяных компаний на четверть налогов меньше, чем в том же месяце годом ранее, а поступления от экспортной пошлины на черное золото обвалились почти на 40%. В целом на нефти бюджет заработал на 25% меньше, чем годом ранее. Можно только представить, насколько упадут поступления в декабре. Нефтяники и бюджет страдают от обвала цен на российский сорт «Юролс», который с начала ноября подешевел на почти 30%. Стоимость баррелей при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска упала до 52 долларов, поскольку немногочисленные оставшиеся покупатели начали требовать скидок почти до 40%. Это ниже на 20 долларов, установленного Западом потолка цен в 60 долларов за баррель. Например, Пакистану Россия согласилась продавать нефть со скидкой 40%. Это подтвердил министр нефтяной промышленности страны по возвращении из поездки в Москву. Как сообщает Блумберг со ссылкой на чиновников знакомых с ситуацией, сейчас Кремль рассматривает возможность введения нижнего предела цен на нефть, дешевле которого продавать баррели будет запрещено. Такой себе ответ нефтяному потолку Евросоюза и стран Большой Семерки. Я думаю, что установят такой порог, который приемлем будет для бюджета, чтобы бюджет не рухнул, чтобы он не в минус работал, что не надо доставать будет из государственной кубышки и еще доплачивать нефтегазовым отраслям, потому что выстроится очередь из нефтегазовых компаний. Нам не хватает инвестиций, мы не можем там перекредитоваться, мы не можем продать, мы работаем в минус. Пожалуйста, дайте какие-то нам дотации нужны. И все, и тогда о какой войне можно говорить. Тут уже вопрос о дестабилизации социально-политической будет. Страна не сможет платить по обязательным социальным платежам для того, чтобы вынуждена будет поддерживать свою государственно образующую отрасль нефтегазовую. Чтобы избежать вот этого и хотя бы работать с какой-то плюс, я думаю, они будут устанавливать вот этот вот нижний порог цен. В прошлом году на экспорте нефти в ЕС Россия заработала 50 миллиардов долларов. Это 45% от всех нефтяных доходов. Еще 30 миллиардов долларов принесла в казну продажи европейским клиентам нефтепродуктов. Эмбарго на продажу танкерной нефти вступила в силу 5 декабря, а на нефтепродукты начнет действовать в феврале следующего года. Если Кремль продавал раньше 230 миллионов тонн нефти сырой и 144 миллиона тонн нефтепродуктов, то теперь они где-то на 30-40% будут продавать меньше и получать, соответственно, меньше доходов. Усложнится и процессы перевозки, логистики, страхования и так далее. То есть это все будет сложно. Ну и партнеры, на которые они рассчитывали, они не смогут перебрать такие объемы, которые принимала Европа. Вот Европа из 230 миллионов тонн брала 108-110 миллионов тонн, практически 47%. Ну, можно сказать так грубо, половину всей добываемой нефти забирала Европа. В Кремль на следующий год прогнозируют снижение нефтегазовых доходов на 23%. Из-за этого в казне будет дыра в 3 триллиона рублей. Если кто-то думает, что это немного ошибаетесь. Для понимания, в бюджете 2023 года на армию заложены расходы в размере 4,2 триллиона рублей. То есть дефицит в 3 триллиона рублей – это огромные деньги. А эта дыра будет еще больше. Кремль в бюджете закладывал среднюю цену нефти на уровне 70 долларов за баррель, а объемы ее экспорта 250 миллионов тонн в год. В реальности удержать такие объемы продажи нефти Москва вряд ли сможет. А цена будет не 70 долларов, а наполовину меньше. Соответственно, поступление в бюджет уменьшится. Чтобы сбалансировать казну, Кремлю нужна нефть по 95 долларов. Это говорит об одном – ресурсы для войны против Украины будут иссякать.